Доброго здоровья, дорогие! И сейчас речь пойдёт о моём последнем видео, которое называлось «Как определить вибрации местонахождения второй половинки близнецового пламени души». И люди стали задавать вопросы, и это пояснение, объяснение того, что происходит. Значит, и многих людей интересует, где их настоящая пара, половинка, частичка души или женская или мужская часть, где их спутник жизни. И об этом как раз сейчас рассказ. То, что я занёс в свой прайс, как определяю местонахождение, второй половинки, или близнецового пламени, или близнецовой души, это вибрация или более точно измерение плотности, в котором она находится. Сегодня это стоит 4 евро, и за эту скромную плату я говорю. Местонахождение, то есть измерение плотности, где она находится. Я это делаю потому, что у большинства людей их настоящая женская часть или мужская, которую они ищут, тянутся, находится не в третьем измерении. Даже в третьем вообще ни у кого. В четвёртом сейчас мы живём в четвёртом измерении, или среди трёхмерных людей ни у кого не находится. Поэтому если среди четырёхмерных, или более интуитивных, более мудрых, более разумных, и большинства из тех, кто просматривает это видео, я являюсь прямым олицетворением четырёхмерного человека, который мыслит чуть более широко, или видит дальше, глубже, или ищет. Духовный поиск, начало духовного поиска, смысл жизни, этих глобальных философских вопросов подразумевает, что вы уже четырёхмерный человек. Или приближаетесь к этому состоянию, или только-только перейдёте эту черту. И когда вы становитесь четырёхмерным, у вас появляется больше шансов, больше возможностей, или прямая возможность встретить, увидеть свою вторую половину. Но эта возможность наступает не сразу, или по мере вашего духовного роста, как общепринято мы называем, или повышения вибраций, более точно говоря. или прохождение, или до прохождения вашего опыта, чтобы вы исцелили все эмоциональные, психологические травмы, предубеждения по поводу любых отношений, которые были у вас в прошлом, с любыми людьми и не людьми. Когда вы перестаёте испытывать претензии по поводу любых событий, эмоционировать, впадать в эмоции, повышать голос, или запихивать внутрь себя, задавливать в себе эти эмоции. То есть, когда они у вас идут, а вы не проявляете, это другой способ как раз их задавить, когда они у вас потом всплывут. Если вы проявляете, говорите каждому, что хотите, что думаете, пока он это позволяет, то вы уже частично хотя вы уже не создаёте проблемы. Так вот, встретите вы свою часть, когда вы разрешите все 100% своих эмоциональных проблем. До этого вы будете учиться на отношениях с теми, кто будет вас отражать. и вот, часть людей кстати, этот рост духовный или эти всё ещё продолжаются со мной. То есть, я в себе обнаружил некоторые эмоции, которые могут у меня, в которые я могу вовлекаться. но их у меня всё реже или я ими всё раньше и быстрее овладеваю. То есть, поэтому мне легче с ними работать. Если они у вас есть, вы можете с ними сами работать или со мной на консультации или с коллегами. Сейчас время заканчивается. поэтому сделаю часть 2. Хотя немножко договорю. Так вот, я могу назвать местонахождение измерения вашей половинки, четвертинки, но идти к ней будете вы сами через свои эмоциональные блоки. Потому что если вы сейчас с ней встретитесь, вас переполнят эмоции настолько, потому что представьте вашу настоящую часть. Эти эмоции вообще и не позволяют как раз вам сойтись. Пока у вас эмоции есть с вашим партнером или в любых начинающихся вопросах отношениях с партнером. Как раз эмоции особенно отрицательные вас и не подпускают к вашей половинке или к вашей близнецовой душе пламени. Лечите и исцеляйте себя от всего того, в чем вы застряли. И если вы человек очень эмоциональный, особенно в сторону отрицательных эмоций, то я вам могу уже заранее сказать, что ваша часть далековато от вас или встреча сейчас с ней невозможна до исцеления ваших эмоций, отрицательных эмоций. Это, наверное, часть первая была, сейчас после этого видео сниму часть вторую. Может быть. Итак, ждите другую часть. Продолжение следует...